Привет, мои любимые! Сегодня у нас понедельник, второй день недели, они первые, как у вас. И сегодня у меня был университет с 8.12. Здесь есть автобус, и я надеюсь, что вам будет шумно. И я не пошла в университет, и мы хотели поспать, но потом в 9.30 пришла наша уборщица, и мы не могли оставаться дома, так что мы пошли кушать. И теперь мы кушаем, кафе называется, не важно, я вам не буду говорить, как называется, но это рядом с нашим домом, рядом с морем, и мы кушаем завтрак. А потом, не знаю, что мне делать, но вечером я работаю в 7 часов. Сейчас же надо. Вот наш завтрак, это называется израильский завтрак. Израильский завтрак, это значит, допустим, американский, нет, не американский, а британский завтрак, это с фасолью, и беконом, и все такое. Мы не едим, ну, мы едим, но израильский завтрак, это без мяса. Только салатик, сыры всякие, и два яйца, сделай как хотите, и тот мой барельчук. Хаим Шели. Чебуашка. Малис. Какая-то мама ходит, как ходит, а помнит, что не может быть. И я вам по секрету расскажу, что я и мой барельчук закрыли наш вакейшн. Но я вам не скажу, куда мы летим. Но это не очень скоро. Мы просто закрыли, это очень радо. Кто-нибудь знает, как это называется? У него нету запаха. Здесь муравей. Мы не знаем, как это называется, но это очень красиво. Скажите нам, как это называется, пожалуйста. Как это называется? Если это не сахар на палочке, то что это? Если вы приходите в Израиль, если вы приезжаете в Израиль, и вам уже по 7-10 плюс, то вы можете прийти в этот бар. Этот бар называется Минтар, он находится... Айфа-зо-намеца, ведиук? Канес, мне, релем. Керам от именин, на ад Ален-Би. Это находится возле улицы Ален-Би. Возле место, которое называется Керам от именин. Йеменска, место, такое. Этот бар уже 20 лет тут. То есть, это все туристы приходят. Не пропустите. Дом чистенький. Хочу вам сказать, что я, наверное, единственный человек в мире, который устает больше от отдыха, чем от обычной жизни. Правда, я всегда устаю. Я сейчас устала от отдыха. Я встала, пошла позавтракала, в том и погуляли. И я устала. Я зашла домой на часик. Теперь я иду опять в Барелу, а потом я иду убрать из ресторана, там далеко от нашего дома. И оттуда мы пойдем делать базар его бабушки. Его бабушка любит его ставить на базар, потому что она любит бананчики, персики. И это вообще рядом с нашим домом. Так что мы туда идем сейчас. Друзья, у меня чем-то особенным с вами поделиться. Тут возле ресторанами его молодого человека есть филишный магазин Second Hand. Мы только остановились за этим. В общем, так. Несколько дней назад, на моем видео про расизм, кто-то мне написал... Извините, автобус. Это же не случайно, что черные упали в рабство, и белые как будто бы завоевали мир. Как будто бы... Это не случайно, это у них в генах быть рабами. Окей. Я читала 4 года назад книгу, называется... Я не знаю, как на русском говорит. Но прямым переводом это... Пистолеты, микробы и железо. Не знаю. Джаретта. Латис создавал. Леймон. Так его зовут. Конечно, не кормим акцентом. Говорят его имя, но... Он написал книгу, эту книгу. И эта книга, она рассказывает нам, почему белая раса завоевала мир, почему это случилось. Это случилось здесь в других экологии. Это случилось из-за экологии и географии, и еще несколько других. Вмещая, очень-очень интересная книга. Я хотела, чтобы вы все ее прочитали, чтобы вы поняли, почему расизм это тупость. Теперь я зашла в этот книжный магазин. Я хотела купить эту книгу, но я не хочу купить. Я хочу, чтобы эта книга была у меня в библиотеке дома. Потому что я хочу, чтобы важные книги у меня были в библиотеке дома. Но книги в Израиле, они стоят очень много. Допустим, такая книга может стоить 150 шекелей. И 100-100 шекелей, я думаю, что это три раза дороже, чем книга в другой стране стоит. Так что я хотела купить это за неполную цену. Я спросила, если у него есть эта книга, но я не думала, что у нее есть эта книга. Он сказал мне, я не верю, что ты меня спрашиваешь про эту книгу. Идем, идем, идем. Он взял меня к какому-то там старичку, и он читал эту книгу. И он говорит, ты не поверишь мне, эта девушка спрашивает мне про эту книгу. Он говорит мне, да ты что, я тебе могу помочь бороться. И он не сказал, чем бороться. Я сказала, бороться с расизмом. Ну, чтобы не было расизма в мире. Он сказал мне, да. И потом он сказал, знаешь что, заходи, я тебя приглашаю на кофе. Тут, в магазине. Он, папа владелец этого магазина. Он сказал мне, я тебя приглашаю на кофе. И ты придешь. Я сегодня вечером закончу чать эту книгу. Приходи завтра. Ты должна заплатить эту книгу, я тебе ее там просто дам, и мы поговорим чуть-чуть. Понимаете? Так что, если ты хорошая в миру, мир хорошей вам, я уже говорила о этом. Пока. Я не знаю, какие ассоциации у вас с базаром, но я обожаю базар. В каждом городе, я думаю, что базар говорит много о городе. Я обожаю Махнеюда в Иерусалиме, но у нас шубок в Телавире. Это мой самый любимый базар. Он почти единственный и тут, но я его очень люблю. Это льготно, что дома. Как-то раз тогда я хочу что-нибудь приготовить, то я иду на базар и готовлю. Покупаю то, что мне надо и готовлю. Ничего лишнего не покупаю, потому что у нас все портится. Мы закрываем, открывать холодильник, иногда мы не знаем, что у нас в холодильнике. И тогда все портится. Я в Таиланде, пью пинакулан. Теперь я в Казахстане собираю челескую. Казахстан, это мой старый любимый зелень. Доктор Пеппер. Вкус детства. Это мой червурашка. Итак, наконец-то я нахожусь на своем любимом месте, и это моя кровать. Обожаю это место. Я так устала от этого отдыха сегодня. В общем, я иду отдыхать где-то 3 часика, а потом я иду на работу до часу ночи. И все. Сейчас я хочу это видео переставить в компьютер, потом редактировать, и сразу перед работой я поставлю это в интернет. Так что ставьте палец лайк, если... Палец лайк. Ставьте палец вверх, если вам понравились мои влоги. И... Все. Спасибо, что провели со мной день. Пока. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok